МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телекспресс представляет новости нашего города. В студии Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Тойота приори не товарищ. Кто кого обгонял и кого вытаскивали из сугроба. Дорожное движение в ноябрьские нюансы и их возможные последствия в рубрике «Нам здесь жить». И первый шаг Кирилла Якимова. Правда, чтобы его сделать, малышу нужна помощь не без различных людей. Обгон не удался. Сегодня в обед на улице энтузиастов при весьма интересных обстоятельствах столкнулись два автомобиля. Лада Приора и джип Тойота. По последним данным, Приора двигалась прямо по энтузиастам. В какой-то момент водитель отечественного авто решил обогнать впереди идущую машину. Вот здесь-то пути с Тойотой и пересеклись. Водитель джипа как раз выезжал с прилегающей территории. От удара Приора вылетела на обочину и угодила в сугроб. В ДТП никто не пострадал. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. И устанавливают виновных в аварии. Статистика аварии по вине неопытных водителей растет. Об этом говорили на совещании в ГИБДД сотрудники инспекции и представители автошкол города. По данным госавтоинспекторов, только за 2012 год новоиспеченные водители 25 раз становились виновниками ДТП. В этих происшествиях пострадало 38 человек, один погиб. Для сравнения, в 2011 году погибших по вине неопытных водителей не было. Да и самих аварий было почти на десяток меньше. В основном у нас причиной ДТП является, что водитель отвлекся от управления, либо не справился с управлением. Таким образом можно прийти к выводу, что несоответствующий уровень психологической подготовки, неготовность к полноценному участию в дорожном движении, и немножечко переоценивать, наверное, свои возможности молодые водители, так скажем. Не нужно спешить первое время, аккуратно, все как учили в автошколе. Не обращать внимания на отзывы других водителей, которые едут сзади, сигналят или еще что-то. Все делать в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Рубрика «Нам здесь жить» получила отклик у горожан. В нашу редакцию пришло письмо от одного из жителей Ноябрьска. В нем автолюбитель попросил пояснить некоторые нюансы организации дорожного движения. Совместно с экспертом Всероссийского общества автомобилистов мы попытались разобраться в ситуации. Подробности у Ксении Епишевой. В своем письме один из жителей Ноябрьска попросил пояснить организацию движения вот на этом перекрестке Мира Холмогорская. Автолюбителя смутил тот факт, что при движении, к примеру, прямо с улицы Холмогорска водитель вынужден пересекать тротуар. И непонятно, следует пропускать пешеходов или нет, ведь здесь нет знака пешеходного перехода. Как пояснили эксперты, он здесь и не нужен. Для пешеходов дополнительных знаков не нужно, почему? Потому что они двигаются по тротуару, который проходит вдоль проспекта Мира. И устанавливать какой-то пешеходный переход или что-то еще, это не должно быть такого, потому что это прилегающая территория, и водитель при съезде на прилегающую территорию, согласно правилам, должен и обязан уступать дорогу пешеходов. Хотя в администрации города возможность его установки рассматривают положительно. По мнению специалистов отдела транспорта, зебра здесь необходима. Это въезд на автостоянку. Соответственно, здесь необходимо установить либо пешеходный переход и дополнительно дополнить секциями движения для пешеходов. То есть это нужно поработать дополнительно. Нет, светофор у нас вот здесь вот будет, получается. Но он уже здесь стоит. Здесь стоит автомобильный Т1. Необходимо еще дополнить его именными пешеходными переходами. Но это дополнительно рассмотреть нам нужно будет, данный вопрос. А вот теперь давайте разбираться. Перекресток здесь Т-образный. То есть этот спорный участок дороги к проезжей части не относится. Это прилегающая территория. Соответственно, по правилам, при въезде на прилегающую территорию водитель обязан пропускать пешеходов. И для этого ему не нужно никаких дополнительных знаков. В принципе, это нам подтвердили и в госавтоинспекции. Но есть еще один любопытный момент. Очередность проезда на этой перекрестке. При выезде с прилегающей территории здесь есть светофоры. Многие водители автоматически считают прилегающую территорию проезжей частью. В данном случае обоснование светофора, конечно же, имеют. Просто пытаются ограничить, как бы так сказать, выезд прилегающей территории, чтобы водители выезжали с прилегающей территории на перекресток пачками. То есть не постоянный, чтобы выезд был, а чтобы они компоновались, то есть где-то при подходе к перекрестку и уже на зеленый сигнал спокойненько выезжали на перекресток. Получается, что в какой-то степени светофор вводит водителей в заблуждение. Всем тем, кто водит авто, известно наверняка, при повороте налево уступаем встречному автомобилю. То есть сегодня ситуация выглядит так. Но при этом правила обязывают при выезде с прилегающей территории на дорогу уступать тем, кто по ней двигается. Выходит, что правильная очередность проезда выглядит таким образом. Так что на этом перекрестке еще есть над чем поработать. Значение сигнала светофора, оно не отменяет требования выезда с прилегающей территории. И водитель при выезде с прилегающей территории также обязан уступать дорогу другим водителям, ну и пешеходам тоже. Правда, пока недочеты не будут устранены, специалисты советуют не экспериментировать. Ездить так, как привыкли. Так, во всяком случае, пока безопаснее. Ксения Епишева, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Новости нашего города. Установлены не по ГОСТу. Его сменил знак движения прямо, который запрещает поворачивать налево к одному из магазинов. Но и самое существенное изменение, особенно в области безопасности, это появление дополнительной таблички на изыскателей. Здесь под знаком уступи дорогу не было знака, указывающего конфигурацию перекрестка, что могло стать причиной серьезной аварии в случае, если светофор выйдет из строя. Полицейские задержали домушника, рецидивиста. Житель Ноябрьска за два дня обокрал три квартиры. В городском отделе внутренних дел рассказали. 32-летний неоднократно судимый мужчина каждый раз действовал по одной и той же схеме. 19 января днем подозреваемый проник в незапертую квартиру по улице 40 лет победы и вынес оттуда имущество на 3000 рублей. Вечером в тот же день мужчина по аналогичной схеме проник в другую квартиру по той же улице. Выграл кошелек с 5000 рублей и скрылся. Свой промысел он продолжал и на следующий день. На этот раз жертвами стали жильцы дома по Советской. Рецидивист похитил имущество почти на 4000. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Мужчина задержан и заключен под стражу. Полицейские убедительно просят жителей города быть внимательнее и закрывать входные двери на замок. Маленькому Кириллу Якимову нужна помощь. Мальчик болен ДЦП. И это только один из диагнозов малыша. Их у него несколько. Родители Кирилла руки не опускают. Они поставили перед собой цель сделать все, чтобы их сын пошел самостоятельно. Тем более после курса реабилитации в Китае состояние Кирилла намного улучшилось. Скоро ребенку необходимо ехать и на второй. Более длительный курс лечения. А денег у семьи не так много. Ольга Попова встретилась с родителями мальчика. Папа Кирилл очень любит. Николай Якимов сейчас единственный работник в семье. Поэтому дома бывает редко. Но когда отдыхает, сын с папиных рук не сходит. Мальчишке чуть больше двух лет. У него ДЦП, плохое зрение и еще несколько труднопроизносимых диагнозов. Но родители малыша не отчаиваются. Они стучатся во все двери и делают все возможное и невозможное, чтобы состояние сыночка улучшилось. Я вообще ни разу даже не задумывался вообще о том, чтобы, знаете, как некоторые есть, отказываются вообще. Для меня, ну, это был желанный ребенок, и он и есть, понимаете. Мне без разницы, что да как, например. Это мой ребенок, да, раз так произошло, ну, что, ничего страшного, поставим все равно. А назад только слабые. Мы этого не допустим, да, Кирюха? Все вместе пробьемся. Помогают семье морально и финансово. Родственники, знакомые. А поездка в Китай. Там малыш летом прошел трехмесячный курс реабилитации. И вовсе состоялась благодаря помощи местных властей и совсем посторонних людей. Пришел папа, принес нам копилку детскую нам с запиской, с открыткой. То есть ребенок увидел по телевизору, попросил передать эту открытку, записку и отдала свою копилку. То есть все, что она там складывала, копила что-то там на себе. Вот она передала эту полностью копилку Кирюше отдала. Огромное спасибо. Тогда необходимые на лечение 300 тысяч рублей собрали за полтора месяца. Примерно столько же уже личных средств у родителей ушло на перелет и проживание в Китае. Восемь утра приходили, в час дня мы только уходили оттуда. То есть с нами занималось около пяти специалистов. Индивидуально ручки, индивидуально ножки, индивидуально кисти, допустим. Вставлялись иголочки для зрения. Малыша хороший результат, спиночка окрепла. Он стал гулюкать. Стал в руки, хотя бы ему когда даешь, он стал брать. Стали ручки более рожатые раньше, то есть они были всегда только вот так вот. Нашему Кирюше дали 90% на полную реабилитацию. Нашему еще одному малышу, то есть вот из всех детей. Они рекомендуют пройти хотя бы два-три вот таких вот курса больших, то есть от трех месяцев. Сейчас они нам дали, пригласили нас на полгода. Это 600 тысяч получается без билетов, без проживания, без всего, именно само лечение. Пойдем попрыгаем, пойдем попрыгаем, пойдем, 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 молодец. Вот так. Плюс опять же, перелет, проживание, переводчик. Итого в этот раз потребуется около миллиона рублей. Родителям под силу собрать примерно половину от необходимой суммы. А ведь нужно еще столько же. Не хочу даже такого себе представлять в голове, что когда-то ребенок будет ездить в инвалидном кресле. Это самое ужасное, мне кажется. Поставят ребенка на ноги. Любимой целью мы этого. Мы будем идти к этому, и мы, я думаю, мы к этому добьемся. Хотя бы к школе, чтобы он у нас уже своими ножками побежал в школу. Сейчас Кирилл проходит лечение у докторов из Екатеринбурга. В город они приехали на 10 дней. Почти каждое упражнение со слезами на глазах. А когда плачет сын, сердце болит и у мамы. Но Виктория держится, ведь понимает, что все эти упражнения во благо. Даже несмотря на то, что малышу приходится преодолевать боль. Ольга Попова, Александр Иванов. Новости нашего города. Ну все, все, все. Председатель комиссии Руслан Готаров отметил, что с помощью такой системы можно будет выявлять, какие сайты посещают школьники и блокировать доступ к тем из них, которые содержат вредную для учащихся информацию. По словам сенатора, это не только оградит детей от вредоносного контента, но и защитит директоров школ от ситуации, когда вышестоящие органы штрафуют их за посещение школьниками запрещенных сайтов. Помимо этого, Готаров напомнил, что еще в рамках национального проекта образования в числе одного из приоритетов было обозначено ограничение доступа школьников к интернет-ресурсам, которые не отвечают задачам образования и воспитания. Ну и последнее зрелищное событие ждет завтра жителей города. В клубе «Скважина» пройдут первые на Ямале бои без правил. По словам президента окружной федерации смешанных единоборств Вячеслава Якимова, в боях примут участие 18 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Надыма, Муравленка и нашего города. 89 боев проведут профессиональные гладиаторы. Так что и результаты поединков отразятся на рейтинге спортсменов. Начало соревнований в 18 часов. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам приятных выходных и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога – волшебный или непредсказуемый. Вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 26 января в Саликарде без осадков. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура минус 30 градусов. В Муравленко переменная облачность. Ветер восточный до 1 метра в секунду. Температура 31 градус мороза. В ноябрьские облачность прояснениями. Ветер северо-восточный до 1 метра в секунду. Температура минус 29 градусов.